ПЕСНЯ Вы поминули о поколениях, и в самом деле не только все поколения нашей страны знали этого удивительного человека и певца, но и многие поколения людей, работающих на эстраде, были благодарны Иосифу Давыдовичу. Я хочу представить Алсу, которая за нашим столом сегодня вместе с нами. Какова была ваша встреча с Иосифом Давыдовичем и насколько он повлиял на вашу жизнь? Я знаю, не хочется говорить, в прошедшем времени знала Иосифа Давыдовича с самого детства. Я даже не помню тот момент, когда мы с ним познакомились, потому что я была еще ребенком, и это не так хорошо фиксируется, наверное, у ребенка. Но, конечно же, на протяжении всей моей творческой жизни он присутствовал и всегда шел рядом и всегда поддерживал. И вообще Иосиф Давыдович один из самых значимых людей для меня, для моей семьи. Вот как-то даже незримая иногда. И действительно безотказный человек. Вот казалось бы, да, вот сколько тысяч людей к нему обращаются, сколько людей он знает, сколько важных людей он знает. И он никогда не отказывал. Я звонила ему, Иосиф Давыдович, а вот у меня будет концерт. Я жутко стеснялась. Я говорю, папа, может ты позвонишь? Для меня это было, знаете, ну как бы кобзон. Понимаете, я там маленькая девчонка. И я находила в себе мужество, звонила ему сама. И, конечно же, он разговаривал со мной. Ну, вот на равных настолько непосредственно. И Алсушечка там, наша девочка. Ну, конечно, я приду, конечно, я спою. И на записи песни. И я хотела рассказать один случай. Как раз вот было много сказано про его мужество, о его болезни. И вот шесть лет назад у меня был сольный концерт. И, конечно же, я мечтала всю свою творческую и сознательную жизнь с ним спеть. Тогда это был первый раз, когда мы с ним исполняли песню. И он пришел несколько раз на репетиции. То есть он нашел время в своем графике. Представьте, сколько у него дел вообще. И он тогда уже проходил лечение, конечно. И буквально накануне моего концерта он проходил химиотерапию. И я, честно говоря, ну, я ждала звонок от Нелли Михайловны или от него, чтобы мне сказали, ну, знаете, плохо себя чувствовать. Ну, вот только химию. Потому что я знала, что несколько дней после химиотерапии это очень сложные такие дни для его самочувствия и состояния. Знаете, он пришел. И я даже сама хотела, может быть, предложить его всюду. Вы уверены? Потому что, ну, выглядел он очень слабым. Но он не подал виду. Он вышел. Он сказал столько теплых, прекрасных слов. Он не мог петь. У него связки не смыкались. Но он спел. И это был, на самом деле, подарок судьбы для меня. И этой осенью мы должны были спеть на моем сольном концерте. Я ему позвонила пару месяцев назад. И сказал, Алексей Давыдович, спалите со мной на моем концерте. Он сказал фразу, которую мы обсуждали. Он сказал, ЕБЖ, если будем жить. Эту фразу Льва Николаевича Толстого. Он так писал в своем дневнике. Да, он часто ее употреблял. И я говорю, что вы такое говорите? Конечно, конечно. Ну, в общем, я счастлива, что я имела возможность в своей жизни соприкоснуться лично с этим человеком. Не только с его творчеством. Не как артист. А знать его в жизни. Знать его прекрасную семью. Нелечку, про которую столько было сказано. И действительно, я считаю, что во многом ее заслуга, то, как, ну, можно сказать, его вытянули, да, столько лет, столько. И я знаю, как она сама не доверяла никому. Она всегда готовила сама ему. Там его рубашечки, галстуки, все сама ему собирала, гладила, утюжила. Ну, в общем, что можно сказать? Самая светлая память. Это такое наследие для нашей страны. Это огромная-огромная потеря для всех нас. Для всего мира. Мне кажется, не только для нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok